На часах полночи в главном Казанском соборе Жадовской обители начинают читать Великий Покаянный Канон преподобного Андрея Критского. Это 250 тропарей. Он очень большой по форме и не прост по содержанию. В первую неделю Великого Поста его читают, разделив на четыре дня. В Марье настояние полностью за одну ночь. Священник Божий, Царя, Ведение, на престол, по дороге, в мире жития, человеческий подружает. Ах, и во днях положит, аминь, и во днях. Не будет вновь славной души, разлетившейся вспять, О, вы даст расширся, сыновский, горит сего, расспасая. Также ночью вспоминали житие преподобной Марии Египетской. Пока Господь не призвал ее к покаянию, она была блудницей, или, как сейчас модно говорить, женщиной с пониженной социальной ответственностью. 17 лет прожив в блудном грехе, она, ведомая Господом, ушла в Иорданскую пустыню, где, по преданию, в одиночестве и молитве прожила 47 лет. На закате земной жизни ее встретил старец Зосима из Иорданского монастыря. Это единственный человек, которого она встретила за все это время. Рассказ старца и зачитывают по ходу Марьиного стояния. На улице едва расстрело, а в Казанском соборе монастыря епископ Барышский Индинский филарет начинает литургию прежде освященных даров. Дети и святы, слава, бессмертного, слава и без того. Этот год необычный, юбилейный. По преданию Мария Египетская отошла ко Господу ровно полторы тысячи лет назад, в 521 году от Рождества Христова. Под конец своей земной жизни она была прощена Богом и даже была наделена сверхъестественными способностями. «Веруйте и будет дано вам, ищите, обрящите. Как святая Мария решила обрести покаяние, и она его нашла. А покаяние – это то, что нам всем нужно. Покаяние – это то, что нам дает святость». Так из великой грешницы преподобная стала с Божьей помощью величайшей святой, которая показала яркий пример покаяния. Дмитрий Гурин, ведя студию Барышевской епархии специально для Уллправда.ТВ Дмитрий Гурин.